В Тверской области финальные аккорды уходящей зимы запомнятся обильными снегопадами. По прогнозам синоптиков, и в первые дни весны осадки, скорее всего, продолжатся. Снежные заносы усложняют в первую очередь жизнь автомобилистам и общественному транспорту. В то же время на борьбу с последствиями снегопадов на региональной и межмуниципальной дороге выезжает около 340 единиц спецтехники. И если в областной столице центральные улицы от снега и наледи очищены, то ситуация на окраинах остается сложной. Тем продолжит наш корреспондент. Жители Соминки неоднократно жаловались на уборку снега с улиц, а точнее ее отсутствие. В начале февраля мы уже рассказывали о смекалке чиновников. Вместо того, чтобы расчистить тротуарную дорожку на мосту через ручей, зачем-то установили запрещающий движение пешеходам знак. А на улице Волынской из-за наледи выросли огромные колдобины. Или вот улица Соминка, поворот с улицы Скворцова-Степанова, дорога к школе. Со слов местных жителей, недавно частично почищено. Но рядом с перекрестком даже не колея, а чуть ли не траншея. На улице Куйбышева тоже сложно разъехаться двум седанам. Колея на колее. Бразды глубокие, скользкие и узкие. Пешеходам по вечерам тоже, как говорится, смотри в оба. По их словам, улицу эту не чистили вовсе. Впрочем, в других районах города ситуация зачастую не лучше. Поселок Крупский находится на противоположном от Соминки к конце города. Улица Загородная. Ситуация точно такая же. Колейность, только здесь она еще заботливо посыпана песком. Который спасает разве что от пробуксовки. Но главную проблему не решит. Колея как была, так и остается на месте, создавая проблему владельцам легковушек. Местные жители, почтальоны и прочие службы пробираются к дворам с большими усилиями. Ужас дикий. Холпаки все потеряла. Вон, новые купила. Это вообще кошмар. А за зиму-то загородную чистили? Ну, один раз. И то он проехал, водой полил и все. Ну, тут такие ямы, что у меня вообще низкая посадка. Не проехать вообще никак. Это вообще кошмар. И жаловались, и писали, и бесполезно. Крупные улицы, по которым в том числе ездит общественный транспорт, в целом чистят. А частный сектор частично. Улица Дрожжина. Тоже местами колеи. Да, это не улицы первой и второй категории, которые, согласно ГОСТу, должны быть очищены в первые часы после снегопада. Но они на балансе города. И почему-то не на карандаше у коммунальщиков. Мы обратились за разъяснением в администрацию города с целью выяснить, сколько единиц техники в целом работают на городских улицах. И почему есть задержки с уборкой снега на окраинах. И, кстати, на неочищенную улицу можно жаловаться в Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта. Если не помогает в прокуратуру. Так, в январе этого года по представлению прокуратуры Московского района директор МУП ЖЭК привлечен к дисциплинарной ответственности за неочищенные дороги. Однако ВОЗ и ныне там. Видимо, радикально бороться с такой непреодолимой силой, как снег, может только весна. Продолжение следует...